Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Декстер. Меня зовут Егор. Разборки бандитов и гопников, гнилые поступки школьников, скрученные колпачки, мошенники и многое другое. На моем канале вы увидите, как справедливость торжествует, а всякие ублюдки лишаются репутации и отвечают за свои поступки. Ведь я всегда топил за правду и за то, чтобы зло не оставалось безнаказанным. Подписчики, всем привет! Сегодня мы решили похайпиться и пойти, и бомжа забудет. Операторы пошли. Деньги вам дать? Деньги. Че там сидишь, бомжа? А че ты тут сидишь? Иди на работу, устраивайся. Денег не дай. Хата твоя где? Иди на хату, че? Идите, ребята. А че-то нам указывать тут будет. Пойдите отсюда. Че тут она ведет, забрала? Еще ножик достанете и изрежем к спорту. У меня для вас шикарнейшая новость, братва. Я запустил новый проект. Свой личный проект. Многие уже о нем слышали. Он называется Telegram канал Нокаут. В этот канал я выкладываю всю самую жесть. Самые жесткие разборки. Стенка на стенку. Драки во всевозможных местах. От коробки за школой до разноса витрины магазинов. И уличные бои гопников. Это не просто сериал. Это конкретно реальная жизнь. И естественно все эти видосы запрещены к демонстрации. Но у данного проекта Нокаут есть серьезная крыша. Поэтому все они выходят на этом проекте, на моем, без цензуры. Туда я также сливал различные махачи Виталика и Эрика, которых не было на YouTube. Прошу моего, каждого подписчика, каждого зрителя подписаться на мой новый проект. Telegram канал Нокаут по ссылочке в описании. Я лично буду отсматривать, кто из вас подписался на этот канал. И выборочно писать вам в личку, чтобы выразить свой респект. Канал закрытый. Поэтому пока что приму ровно тысячу человек. Успевай подписаться. Ссылочка есть прямо под роликом. Вот такая жесть произошла два дня назад в городе Ногинск. Две тупоголовые малолетки докопались до человека, который по непредвиденным и неизвестным обстоятельствам остался, к сожалению, без места жительства. Без дома. В их головах унизить и обидеть бомжа это хайп. И круто. В их головах докопаться до человека в беде это весело. Что ж, в этом ролике с Dexter Production мы постараемся донести и оставить в их голове всего одну мысль. Так делать нельзя. Всем привет. Это, можно сказать, экстренное включение. Мы гуляли с пацанами. Вот я, Володя, Андрюха, Эрик. И случилась очень неприятная ситуация. Эрику скинул какой-то подписчик. Два кружочка, на которых два школьника, реально малолетки, просто издевались над бездомным человеком. Там прям даже показано, как они издевались. Здесь они ему что-то вроде мелочь, короче, кинули, блядь, в его сторону. Ну, просто обзывали его, докапывались до него. Вот сейчас Эрик, я думаю, покажет вам. Да, да. То мы просто видели эти кружочки, а подписчики нет. Это вообще трешка. Вот Володя и Андрюха тоже были, кстати, в шоке, то, что вообще такая ситуация происходит. Смотри. Давай, что там. Это было похоже на место, которое... За Маком. Помнишь, мы хату снимали? Ну. Типа вон там, во-первых, в дворах. Да. Мы же никогда гуляли, вот тут ночью как раз. Вот тут вот было мусорка вот эта, и вот видно было здание. Говорю, что там вроде мусорка? Сто процентов там. Ну, я предлагаю дойти до туда, если его там нет, мы просто еще в некоторые места отойдем. Слушайте, я говорю, что там... На видосе видно тоже мусорка. Ну, вот эта, которая за Маком там. Ну, пойдем туда, пойдем. На, тогда возьмешь камеру? Вон, вон там мусорка, вон там. Ты типа... Ну, вот эта есть? Да. Вот, вот эта дорога. Там на втором крышке, который я не показал, вот тут они бежали, вот сюда забежали как раз на эту дорогу. Кстати, друзья, вы знали, что по статистике уже каждый пятый человек, который подписан на канал Декстер и смотрит его ролики, перешел и скачал Радмир или Хасл Онлайн и играет на 14 серваке? А, ребята, а вы знаете с моего канала Леху? Что-то вроде видел, да. Ну, вот он сейчас рядом со мной, он просто заболел, в больнице лежит, можете ему привет передать? Привет. Здорово, Леха. Пацаны, привет. Вчера у нас была сходка и подписчики знают то, что на сходке у меня произошел полный пи***ц. Короче, прямо к моему дому пришли подписчики, начали кричать, чтобы я вышел. Это, ребят, просто, это словами не описать. Начали очень нагло кричать, чтобы я вышел, чтобы я с ними сфоткался. Я им сказал то, что я сейчас занят, и они устроили огромную пакость. Реально, огромную пакость. Пришлось сходку остановить, но подписчики все равно попали все ко мне в выпуск на канал Дэкстерграй, так что подписывайтесь. Ребята, если у вас ПК, то Радмир, если телефон, то Хасл онлайн, игра одна и та же. Ссылочка есть в описании, 14 сервер, я вас всех там жду. Можно со мной встретиться, пообщаться в голосовом чате, поиграть, найти себе друзей и вообще в целом круто провести время. Ссылочка в описании, скоро будет еще много крутых ивентов, так что жди и играй. Добуди, добудай. А вот и он. Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте. У меня Эрик зовут. Здравствуйте. У меня вот был Виталий как-то был. Вова. Андрюх, где там пропадаешь? Андрюх, где там пропадаешь? Смотрите, мы узнали то, что до вас вот буквально минут 10-15 назад докапывали школьники. Они шпана, эти местные, которые бегают здесь с очкой. Вот, и мы увидели два кружочка, они, видимо, это все в интернет снимали, я не знаю. То, что они до вас докапывались, там, вроде мелочь вам кинули, да, как-то. Я думал, они нормальные, я думал, они подойдут. Я вообще, я думал, они покормят. Не бывает, что местные приносят здесь, ну, там, еду могут вынести. Из-за каких условий вообще так живете тут? А что вы хотели? Что случилось? Мы наоборот, мы наоборот хотели. Мы просто, смотрите, я вам объясню ситуацию. Мне скинул один человек этот кружок, они заливали это и в ТикТок, и в Телеграм, везде залили. Как они издеваются, да, во всей соцсети, как они издеваются над людьми, которых нет. Вот я в следующий раз, вот они подойдут, я их потом... Место жительства. Смотрите, мы наоборот хотим вам сейчас помочь. Мы, во-первых, приведем их, чтобы они перед вами извинились. А во-вторых, это мы вам привезем, принесем продукты, все, поможем, оденем вас, пострижем, все, что надо, сделаем. Мы, наоборот, вам хотим помочь. Давайте оставим этот чемодан, потом заберем, если что, если пригодится. Он вам не нужен, потому что мы сейчас оденем так вас, то, что никто даже не скажет, что вы бездомный. Реально, мы хотим, наоборот, сначала найти этих школьников и... Вы же не знаете ничего. Можете объяснить ситуацию, почему вы живете на улице, что случилось? У каждого же такого человека какая-то своя ситуация. Давайте тенек отойдем. Зачем вам это надо? Ну, какая вам разница? Ну, вопрос от этих вопросов. Ну, вот, нам, вот, честно, очень жалко таких людей, которые, вот, окажутся без жилья. Вот, и мы, наоборот, как-то хотим вам помочь. Чего эта вся ситуация? Большая история. Мне там, вот, родители, квартира перешла. Я же не всегда на улице жил. Я, ну, еще полугода даже нет. А вот я сейчас что, без документов? Сейчас что я буду делать? Мне говорят, иди, устраивайся на работу. Куда я пойду сейчас? Чего? Без паспорта. Это ладно, мне, вот, по-другому, он из подъезда еще там помогает тоже, там, еду там принесет. Одежду, вот, мне сейчас вон эту футболку тоже достал. У меня же нормально работал, у меня семья же была. А из-за этих... Из-за кого? Договорите, договаривайте, договаривайте. Да пришли там на работу устраиваться. Мне когда квартира досталась от родителей, я думаю, сейчас сделаю там ремонт, нормально. Буду жить, и вроде все, все, и кредит еще оформлю. К тому же, а сейчас, да ладно, что сейчас об этом говорить? Да не, говорите. Вас как зовут? Антон меня зовут. Антон, смотрите, расскажите нам всю инфу, вообще все, что до начала произошло. Присядьте, вот объясните реально. Вам досталась квартира от родителей. От родителей, да. Вы хотели сделать ремонт, и что дальше? Ну, я нашел ребят, которые, ну, делают ремонт. Не русские националисты? Или русские? Ну, где они сейчас русские-то будут? Ну, а цены там, сами понимаете, какие я решил все-таки. Ну, короче, понятно, не русские, по-другому сейчас. Ну, подешевле, чтобы было. Ну, а там они и так еще посчитали. Я же им еще еду приносил там, чтобы... Ну, ладно бы, если бы, я все понимаю, уже как бы тоже немаленькие там, деньги там обманули, там, всякое бывает. Но я из-за этих квартир у меня уже сейчас нет. И, говорят, там суды, да какие сейчас суды? Что, вы сами не понимаете, что ли, сейчас? Мне сейчас приходится... Почему вы в шапке? Вам не жарко, ну, снимите реально. У меня голова просто не мытая. Да и ладно, мы сейчас это вам все поможем. Все у вас будет все хорошо. Поверьте, мы поможем. Смотрите, мы сначала найдем этих школьников, вот. Мы ставим извиниться. Да, приведем их сюда, вы проведете с ним тоже беседу. И мы сделаем так, чтобы они перед вами извинились. Пусть им объяснять, раз они такие уже выросли. Че им, пусть им родители объясняют. Но все равно надо будет им урок немножко преподнести, чтобы они больше так не делали. Чтобы наоборот, если что, таким вот, как вы людям, наоборот, помогали как-то. Вот. А потом... Не пытались еще. Как-то унизить или еще что-то, издевались над ними. А потом тогда сходим с вами в магазин, я вам куплю продуктов. Переодену вас, схожу в это... Свожу вас в парикмахерскую. Мне бы хотя бы хоть немного там эти... Ну, там, не знаю, тушенку. Вот мы тоже там с ребятами, когда там... Когда есть нечего, если купили бы ряд, было бы хорошо. Ну, вы нас тогда сюда, ну, подождете тут пару минут, мы сходим, посмотрим их. А куда я пойду? Я же здесь постоянно же. Этот Володя вот подходит иногда. Мы иногда здесь... Ну, а куда я еще пойду? Ну, иногда я схожу, там этот... Забыл центр этот... Ну, помощи... Ну, давайте тогда сделаем так. Вы нас подождете тут, вот мы сейчас поищем этих школьников. Сначала поговорим с ними, чтобы они перед вами извинились. Вот. Потом я тогда вам это... Куплю продуктов, чтобы вы хотя бы тоже покушали. Вот. И потом вас вводим тогда... Я отдать давно не ел ничего. Все, мы тогда быстро вообще. Все побольше тогда все сделаем. Прямо туда-обратно. Вы будьте тут, ладно? Ну, жик голодный, хавать хочет. Не знаю, вот каким гнильем надо быть, просто вот, чтобы выгнать мужика из его квартиры. Когда он тебе платит деньги за этот ебучий ремонт. Дает тебе, ну, типа, прокармливает, считай, тебя. А ты ему вот так идешь, типа. Надо наоборот, когда тебе добро делают, добром отвечать. Но никак не так поступать, как сейчас они поступили с ним. Да, это, если честно, очень жестко. То, что... Как я понял, типа, он нанял, видимо, для ремонта не русских. Мигрантов. Правильно? Ну да. Вот. Они что делают? Они, получается, захотели его обмануть. Во-вторых, забрали у него квартиру. Они, то есть, кинули его на бабки. И причем, я уверен, ремонт они не сделают. Кинули на бабки, забрали хату. Все. А ты помнишь, примерно, как выглядят вообще эти два школьника? Да. Типа один был в красной такой и в футболке. Черный, Russian, хулик. Блин, это не они, Саня. Ты хочешь сказать, что... Типа, два типа сида. У горки встали. Со спины? На, подними их. Смотри, возьми. Смотри, вот так идем в горки. У горки встали мы и посмотрим с лица их. Да нормально, что, потихоньку. Мы сейчас вот... Опять на локиджете поднял по ссылке в описании. Да? Да. Я тоже вот недавно заходил. Прикутал все кроссовки. Только они не с собой сейчас, не дома. На си Джорики четвертый взял. Слышь? На лицо. Вот, Саэ, вы тоже блогеры. Бомжей. Бомжей. Бомжей, нас поднимать. Ты как так снимаешь, Эри, что нас поднимает? Пойдем, подойдем, пойдем, подойдем. Плохо, пойдем, пойдем. Саэ, вы тоже блогеры бомжа щемите? Кого, кого? Бомжей. Полудурок, что ли? Полудурок, что ли? Каких нахуй бомжей? Все, я тебя щемить буду. Ты тоже возле мусорки. И что? И что? Тихо, вы прям сильно так не бейте их, они школьники. И что, потом не пожаловать? Вы что, здесь парни, вы что себя так ведете? Видел я ваши кружки, когда вы бездомного шугали. Что вы делали, нахуй? Хотели поднять денег в ТикТоке. Поднять денег? И просмотры, что все поднять? Что, смешно? Реально под чем-то, или что? Видимо, под чем-то вот этот. Смотри, какой веселый. Ты зачем начал бездомного человека щемить? Зачем? Оскорблять? В коробномойках сидит его там. И что, тебя это касается? А если я тебе еще на это место поставлю, тебе приятно будет? А вы представьте, если вы вырастите, и будете вы так на улице сидеть? Не будем, мы работаем. Ты прям уверен? А если кризис случится в стране, что будет? Два расклада есть. Либо вы сейчас идете с нами и извиняйтесь перед этим мужчиной. Ну я у вас прям тут, нахуй, сейчас. Вот. А он может. Либо мы просто сейчас идем в полицию, там вызывают ваших родителей, вас ставят на детский учет. Не надо родителей. Ну что, что, не надо? Давай, надо, надо. Пойдем ходить. Не надо. Ты на что, блядь, согласен? Что, подожди, подожди, подожди извиняться. Да, пойдем. Смотри мне. Встали. Встали оба. Теперь за нами идите. Сука, чёрт, жёст. Сюда, вай вперед, на голову. Давай, давай, давай. Пойдем, слышь. Эрик, вы сняли. Чего угораете? В реально... У вас всё нормально с головой, парни? Нет. С вас смешно. Чё с нас смешно? Смешно это с вас. Со старшим нормально общайся. Антон, смотрите, мы вот... Мы привели вам их. Они? Вот эти двое, да. Точно. Что, понравится? Есть он сейчас над вами, ведь, вы отходите. На первый раз. Понравится, а? Щеглы, блядь. Вот тебя как зовут? Женя. А тебя как? Глеб. Женя, я ведь тоже ведь человек же, Женя. Мне вот не нравится, когда вы пристаёте. Я думаю, вы по-нормальному подошли. Вот тебе плотцы годятся, ребята. Ты над ним издеваешься. Быстро взялись и извинились перед Антоном. У вас родители есть вообще? Извините нас, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Ну, вы с какими были нахождены. Не подходите ко мне больше. Не дай бог, вы ещё раз к нему подойдёте? Или вообще к какому-то человеку вы подойдёте так бездомному? И что-то сделаете? Мы вас реально, парня, опять найдём. Услышали оба? Да. Урок усвоили? Да. Парни, вот хотите вот... Пацаны, хотите вот совет вам реально дадим? Вы лучше, когда видите таких людей, которые вот реально сидят на улице бездомные, вы наоборот лучше помогите им. Всё, что у вас есть, там есть хотя бы 20-30 рублей. Вы ему дайте эти 20-30 рублей. Ему, может, очень сильно поможет. Уяснили? Есть мелочь сейчас? Есть. Вот теперь давай мужчине эту мелочь. Да не надо мне ничего, ребят. Ладно, не надо. Пусть не будет. Всё, ладно, идите, реально. Давайте, свалили отсюда. Вот, мы же вам... Ну, смотрите, мы тут живём, в принципе, неподалёку. Если чё, мы поможем вам. Вот, смотрите, мы тогда сейчас с пацанами сходим до магаза. Тут вот прям, в принципе, вот за забором есть как раз магазин. Мне хотя бы немного, чтобы на сегодня, чтобы на вечер. Потому что сегодня что-то... Я устал. Хорошо, обязательно купим тогда. Вот. И потом тогда... Я думаю, мы вам ещё с одной проблемой вашей поможем. Насчёт квартиры, вот. Да, что вы там поможете? Что вы делаете? Я знаете, сколько ходил по этим? Я даже этим местному... Ну, кто вот муниципально вот этот вот округ. Вот, я к нему туда тоже ходил. Они, знаете, чё, говорят, а где документы ваши? А у вас документы они тоже, да, забрали? Ну, я подавал на восстановление паспорта. У меня же сейчас не паспорта, ничего не было. Мне говорят, иди восстанавливай там, в эту, в ментовку туда, там, заявления там вот эти вот писать. А я захожу туда на порог, меня сразу выставляют. Говорят, сейчас мы тебя это на 15 суток определим. Да это всегда так. Чё я с ними буду делать? А уже всё, уже эти... Говорят, там, иди к адвокатам, там, к этим кюре. Да каким они, кому там нужны эти? Давайте, да, вот. Мы, мы вам сейчас быстро купим. Мы сейчас купим, по-быстрому прям. Да, мы вам сейчас быстро купим. Вы где будете? Мы же в этот... Зайдите, да, и всё. Ну всё, мы туда сейчас... Мы сейчас прямо за входу будем стоять. Сейчас тогда, как придём, ребят, в магазин, мы туда проложим тему. Блин, пацаны красавчики, реально. Нашли малых, проучили, дали им хороший жизненный урок. Помогли Антону, набрали продуктов. До сих пор не верится, что такие говники, как Верик и Виталик, превратились в вот таких вот людей с большой буквы. Короче, купили какие-то продукты. Чтобы вы не думали, что мы там что-то... Что мы там просто чисто для камеры, чисто всё взяли. Всё купили, мы сейчас Антону отдадим это. Вот, чтобы он потом обязательно перекусил вообще и домой. Я думаю, что мы ему вообще сможем помочь. Я тоже так думаю. Типа вернуть как-то, отморкируй его, вот. Поставь, дай придержу скучку. Вот, я думаю, что мы сможем помочь. Думаю, пацаны, это наш ставер. Там мы его, смотри, в воду, как вы просили. Что вы думаете? Ой, ой, ой. Спасибо большое. Да нет, это что? Спасибо. Спасибо, ребят. Вот, я думаю, мы сейчас с вами сходим тогда... Спасибо. ...переодеться, вот, и сходим тогда в трикмахерскую. Что-то много-то, ребят, я... Да, ничего страшного, нам не тяжело будет. Нам эти тысячи две не жалко. Да, потянуты тогда... Мы на Лаки Декстере больше поднимем. Ну, так, кстати, ребят, если честно, типа, я эти деньги вообще поднимаю на Лаки Декстере. Вот, переходите все по ссылке в описании. И также просто начинаете зарабатывать, вот. И помогайте, вот, как мы с пацанами просто помогаем и всё. Так, все по ссылке в описании. Короче, пацаны еще решили приодеть и сводить в барпер-шоп Антона. Видно, что Антону было не очень комфортно, когда его снимают. Поэтому пацаны не стали снимать уже в барпер-шопе. И через 40 минут перед пацанами стоял уже абсолютно другой человек. Красавчики, ребят. Фига, вы даже помолодели, ну. Блин, вам очень идёт, кстати. Спасибо, так непривычно на самом деле, ребят. Вы прям побрились. Да, смотрю, вам немножко длину, да, ещё вот убрали. Ну да, немножко, смотрю, с кем что было. И смотрю. Вот ты одежду, кстати, нормально выбрал, вообще шкарно. Но я чувствую, вот, армянский вкус у тебя есть, брат. Армянский. Ладно. Не знаю, ребят, как прям похорошели. Чё, тогда мы полдела уже сделали. Вот, чё, нам тогда осталось решить вопрос с вашей квартирой. А что с ней решить? Вы можете нам сказать, какой именно дом, квартиру? Вот, а мы... Здесь недалеко, вон, вот. Вон там вот. Второй дом вот этот? Да, да, да. А, вот этот дом. А квартира не подскажет? Седьмая, седьмой квартире. А, да, это первый подъезд. Первый? Я говорю, что здесь всё, второй там, на районе. Второй, да, потому что там квартира начинается вообще прям. От одного до сорока, да? Да, да. Я всегда полагаю, чтобы вы нас подождали возле подъезда, вот. А мы тогда с парнями зайдём. Ребят, а может, не надо? Нет, мы за дело взялись, мы доведём его до конца, так что пошлите без лишнего. Реально, мы вам просто поможем, попробуем вам вернуть просто квартиру, чтобы вы дальше смогли тоже жить в вашей же квартире, а не какие-то вот люди, которые приехали и просто вас обманули. Так они уже там живут, они уже замки там поменяли. Я уже тогда пробовал с ключом подходить. Ну, если что, мы вам поможем. Нет, они же этих ментов вызывают потом. Там ещё это побрызгали этим ресторантом, и сейчас так пахнуло. Я очень сильно вот сейчас надеюсь, что мы, ну, сток уже сделали для Антона. Мы его и переодели, и подстригли, вот. И купил я ему продукты, чтобы он мог хотя бы покушать, да. И я сейчас очень сильно надеюсь, что у нас сейчас получится с ним, ну, с пацанами именно, здесь всю эту проблему с квартирой. Ну, надеюсь, что ничего такого прям там не будет. То есть, тебе говорят, большая однокомнатная квартира. Да, и если я правильно понял, они уже там сделали даже ремонт. Ну, по крайней мере, тогда они примерно там начинали только. А когда мы уехали, вот, у нас уже обратно и не попали. Так, я понимаю, вот это, да, подъезд? Вот. Вот, вот это подъезд, да. Давайте тогда так, вы нас просто подождёте, а мы сейчас тогда с пацанами поднимемся, вот, и попробуем с ними уже решить всю эту проблему. Мне надо, правда, они там сейчас хрен знает, кто живёт. Они там сейчас... Да не, мы вам пообещали, мы... Они даже, знаешь, с ножом выходили тогда. Ничего страшного. Ничего страшного. Вот. Но надо всё равно как-то попытаться вернуть. Это потому что не дело. Вот. Тогда дай пакет, вы можете там пока же перекусить, я думаю. Вот. А мы тогда с парнями зайдём и попробуем сейчас что-нибудь решить. Эрик, на туда камеру. Начинай снимать. Всё, тогда если мы сейчас что-то решим, то тогда кто-то из нас, из парней, будет задаваем его. И скажем тогда вам. И что? Чё, подену? Главное, чтобы опять мне сейчас какой-нибудь кирпич в голову не въебал. На кондициях все вылетают. Да, молодцы? Да. Второй этаж, потому что от 1 до 40 начинается. С 1 до 40. Волонтёры. Волонтёры. А, нет. Миграционная служба. Миграционная служба. Чё, совсем. Мы с самым не похожи, у нас недостоверения ничего нет. Кривые. Давайте сделаем так, что типа нам входит, что задаваем его задание. Типа поспрашивай, походи по квартирам. Всё, и начинаю, типа, по городскому округу и в единстве. Типа, битый в шестом? Да, да, да. В принципе. Вот. Мне кажется, надо вот действовать так. Да, а какие-то марки здесь? Матон на шестом. А, да. Я тебя... Как ты шестел? Чё, матон. Ребят, я не забываю, кстати, посылки в описании на логике, кстати, 2х3. Зарабатываем деньги, как я, ребят. Всё, тихо, тихо, тихо. Вот всегда еще. Ребят, чтобы вы понимали, вот, кстати, квартира. Ты думаешь, он вообще дома? Ну, простите, мы волонтёры, западу вопросов для дивана. Какие волонтёры? Мы, короче, волонтёры, вот, у нас просто есть задание в колледже. Смотри, меня зовут Виталик, это вот Эрик, Вова, Андрюха. Вот, смотри, нам задали задание в колледже, вот, задать пару вопросов вообще, походить по квартирам и поздавать вопросы насчет округа Богородского вообще. Как тебе, нравится, нет? Ну, неплохо, да. А тебя всё вообще устраивает, ну, в Ногинске, вот, может, что-то не устраивает? Двести садов очень мало. А вот по поводу освещения, там, мусор на районе. Да, шум. Ну, вам побольше достало. Вот. А так, может, ещё что-то хотел там от себя, может, добавить? Мы просто потом это, может, куда-то передадим, вот. Ну, на роде хотелось бы получать сделать. Вот, мы тоже насчёт этого согласны. Вот, получается, тебе всё устраивает, да, вообще, вот, в Богородском округе? Ну, это хорошо. Короче, ты вопрос, походу, нормальный не можешь напрямую задавать? Короче, мы знаем всю правду, то, что ты, б***ь, наебл***ь мужика, который жил в этой хате, б***ь. Набрал у него квартиру, б***ь, и прочее у тебя бам-бам. Ну, а дальше начался пиздец. Виталик мялся, как тёлка, если честно. Пытался нормально поговорить с этими людьми, но нормально с этими людьми мяться вообще не нужно. Эти люди, эти ублюдки отжимают квартиры. Эрик не стал терпеть и харкнул прямо на пол, спровоцировав этого ублюдка. Э-э-э, парни, 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 тихо, тихо. Завязалась потасовка. Пацаны не могли оттащить Эрика и этого мигранта, пока не случилась беда. Этот пиздец вы увидите в моём телеграм-канале по ссылке в описании. Вернули ли пацаны хату? Да. Но какой ценой? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok